Какая боевая машина способна уничтожить ИС-7 за один выстрел? На какой технике установлено орудие, которое наносит максимальный урон в минуту? Ответы на эти вопросы вы узнаете из нашего видео. Линейка британских ПТ-САУ появилась в игре совсем недавно. Сегодня мы расскажем вам об этих боевых машинах, выделим их особенности, достоинства и недостатки. Ветка начинается с Universal Carrier 2 PDR. Эта маленькая быстрая ПТ проворна и опасна. Она обладает скорострельным орудием с высоким для второго уровня разовым уроном 70 единиц. Точность заставляет желать лучшего, но большие углы горизонтальной наводки позволяют реже доворачивать корпус, что делает игру значительно комфортнее. У этой ПТ очень слабое бронирование, рассчитывать на него не стоит. Главная задача — уничтожить соперника до того, как он обратит на вас внимание. Необходимо грамотно выбрать позицию. Низкая точность не позволит работать на дальних дистанциях, а в ближнем бою эта ПТ очень уязвима, поэтому будьте аккуратны. На третьем уровне расположился «Валентайн АТ». Он сильно отличается от своего предшественника. Динамика пострадала в пользу бронирования. Максимальная скорость — всего 24 км в час. Но круговая броня толщиной 60 мм позволит держать удар от многих танков второго и третьего уровня. Увеличилась и огневая мощь. На эту ПТ можно установить одно из двух орудий. Первая — 94-мм, обладает высоким разовым уроном фугасным и кумулятивным снарядом, но низкой скорострельностью и посредственной точностью. Хочется отметить, что данное орудие плохо подходит для низкоуровневых боёв. Снаряд летит медленно, и попасть по движущейся цели практически невозможно, а каждый промах может стать роковым. Второе орудие — 57-мм, обладает неплохой точностью и бронепробиваемостью, а низкий разовый урон компенсируется скорострельностью, которая позволит расправиться практически с любым противником прежде, чем он сможет доехать до вас. 57-мм орудие отлично подходит для борьбы с любым одноуровневым соперником. С ним «Валентайн АТ» отлично покажет себя как при стрельбе издалека, так и в ближнем бою. «Аликто» — ПТ-САУ четвёртого уровня. Она отличается высокой скоростью, отличной манёвренностью, хорошим обзором и маленькими габаритами. Но бронирование оставляет желать лучшего. А орудие обладает высокой скорострельностью и хорошим разовым уроном, но слабой бронепробиваемостью и точностью. Воевать на этой ПТ непросто — пробить любой тяжёлый танк крайне проблематично, поэтому следует избегать прямого столкновения с бронированными соперниками. Остаётся стрелять по средним и лёгким танкам. Но у «Аликто» есть и положительные качества. Отличная скорость поможет быстро занять выгодную позицию, а маленькие габариты вкупе с высоким обзором позволят эффективно вести пассивную разведку из кустов. Эта машина подойдёт не каждому. От вас требуется выдержка, знание карт и уязвимых точек вражеской техники. Недостатки этой ПТ сполна компенсируются личным умением. Так что всё в ваших руках. Пятый уровень занимает АТ-2. Она кардинальным образом отличается от своих предшественников. Главная её особенность — лобовое бронирование, равное 200 мм. Это один из лучших показателей на уровне. Но и эта ПТ не лишена уязвимых мест, которые вы видите на экране. Максимальная скорость всего 20 км в час. А скорость поворота шасси такова, что средний танк без проблем сможет закрутить эту ПТ. Орудия у АТ-2 очень скорострельные, с неплохой точностью, но низким разовым уроном и бронепробиваемостью. Многие тяжёлые танки в лоб пробьются только подкалиберными снарядами. Эта ПТ отлично проявит себя на дальних дистанциях, когда соперник не сможет выцелить уязвимые места, а также против низкоуровневых противников. Со стандартными для ПТ задачами, а именно нанесением большого количества урона, АТ-2 справляется тяжело. АТ-8 располагается на шестом уровне. Внешне она похожа на АТ-2. Характеристики бронирования идентичные. Но вот уязвимые места совсем другие. На экране вы видите бреши в броне этой ПТ. Орудие оставляет только приятные впечатления. Скорострельность, точность, время сведения и бронепробиваемость являются сильными чертами. Разовый урон невысок, но благодаря скорострельности в минуту он получается большим. АТ-8 способна как оборонять, так и продавливать направление. Отличная точность позволяет работать на дальних дистанциях. Нет карты или ситуации, где эта ПТ была бы бесполезной. Наибольшую угрозу представляют средние танки, которые могут её закрутить, а также опасность удара артиллерии на открытом пространстве. Но данные уязвимости присущи всем медленным ПТ-САУ. Черчилль Ганкария. Вторая ПТ шестого уровня. Данная машина связывает тяжёлый танк Черчилль-1 с ПТ-САУ АТ-7. Черчилль Ганкария разработан на базе танка Черчилль, но вместо башни во лбу разместилась рубка. Бронирование лба очень слабое. Всего 88 мм без какого-либо угла наклона, что делает эту ПТ очень уязвимой. Динамические характеристики также не способствуют комфортной игре. Максимальная скорость составляет всего 25 км в час. Радует 94-мм орудие. Оно достаточно точное, с хорошей бронепробиваемостью и разовым уроном. Огорчает только время сведения и не самая лучшая скорострельность. Только благодаря положительным качествам орудия эта ПТ может эффективно проявлять себя в бою. При отсутствии динамики и слабом бронировании нужно быть очень аккуратным на поле боя, держаться позади союзников или стрелять по чужому засвету. Главное — стараться реализовывать потенциал орудия. На седьмом уровне мы знакомимся с АТ-7. Эта ПТ нестандартна, потому что орудие находится в правой части танка. Но столь необычное расположение не мешает ему быть эффективным. 83-мм пушка порадует игроков хорошей точностью, скорострельностью и бронепробиваемостью. Средний урон и время сведения не столь хороши, но и не огорчают. Характеристики бронирования вам уже знакомы. Они такие же, как у АТ-2 и АТ-8. Но уязвимые места другие. Динамика идентична предшественникам. Максимальная скорость равняется 20 км в час. И теперь мы можем сказать об особом применении АТ-7. Расположение орудия позволит прятать часть танка за углом, при этом скрывая большинство уязвимых мест. Запоминайте полезные позиции или используйте трупы танков. Это даст ощутимый бонус к выживаемости. А отличное орудие позволит стабильно наносить урон любому сопернику. АТ-15 — ПТ-САУ восьмого уровня. Внешне она практически идентична премиум-машине АТ-15А. Отличаются они только орудием. И на АТ-15 оно действительно грозно. Потрясающая точность, время сведения и бронепробиваемость делает это орудие одним из самых комфортных на уровне. Разовый урон небольшой, но благодаря скорострельности в минуту он очень высок. Орудие оставляет только приятные впечатления. По характеристикам бронирование нас радует, но уязвимые места осложняют игру на данной машине. Максимальная скорость всего 20 км в час, что значительно ограничивает её возможности. Но тем не менее, АТ-15 — разносторонняя ПТ, её можно эффективно использовать на любой карте. Главное — постепенно продвигаться на выгодные позиции и понимать, когда нужно продавливать фланг, а когда постоять в обороне, издали стреляя во врага. «Тортес» — последняя штурмовая ПТ британской ветки. Располагается она на девятом уровне. В ней собраны все лучшие качества предыдущих ПТ-САУ, за исключением динамических характеристик. Особую роль играет орудие, обладающее очень высоким уроном в минуту. Оно такое же, что и у британского тяжёлого танка 10 уровня FV-215B, но только с лучшей точностью и скорострельностью. Время сведения и бронепробиваемость порадуют любого игрока. У любого танка при встрече с «Тортес» лоб в лоб возникнут большие трудности, ведь, учитывая бронирование этой ПТ, уничтожить её будет не так-то и просто. Лобовая броня хороша, но, как и у предшественников, не лишена уязвимых мест. «Тортес» — одна из тех ПТ, которая раскрывает себя в продолжительной схватке стенка на стенку или же при стрельбе на дальних дистанциях по чужому засвету. Основная её задача — проводить бой за спинами союзников. Пытаться в одиночку одолеть нескольких противников будет неверным решением, поскольку «Тортес», как и многие другие ПТ, очень скована в манёвре. Венцом развития британской линейки ПТ «САУ» является FV-215B-183. Это очень мощная машина, способная уничтожить танк 10 уровня за один выстрел. А всё это благодаря особым фугасным снарядам, обладающим высокой средней бронепробиваемостью, равной 275 единиц, и огромным разовым уроном до 2188. Теоретически эта ПТ способна убить ИС-7 в лоб за один выстрел. На практике она часто уничтожает Т-62А, Батшетильон-25Т или Е-50М с одного попадания. Но не всё так просто, и чтобы понять, в чём заключается сложность, стоит подробнее рассмотреть эту ПТ. Орудие отличается выдающимся уроном. Но расплачивается оно скорострельностью, точностью и временем сведения. Для того, чтобы прицельно выстрелить по врагу, требуется выдержка и грамотная оценка ситуации. Эта ПТ может нанести огромное количество урона за один выстрел. Но за время, что она потратит на прицеливание, её могут уничтожить. Чаще всего придётся воевать в ближнем бою, поэтому ответ на огонь противника не заставит себя ждать. Прежде чем рваться вперёд, нужно рассчитать, в кого вы будете стрелять, кто может выстрелить по вам и сколько прочности потеряет ваше ПТ. Идеальным вариантом будет стрельба только после того, как противник разрядится. Не стоит забывать, что у этой ПТ есть и бронебойные снаряды, которые в определённых ситуациях будут эффективнее фугасных. Например, при встрече с противником, обладающим экранным бронированием. Если выстрелить в борт корпуса Е100 фугасным снарядом, то урон будет ниже, чем при стрельбе бронебойным. Всегда, когда вы не уверены, что сможете нанести полный урон фугасом, используйте бронебойные снаряды. ФВ-215-183 совсем не похож на своих предшественников. Он имеет башню с задним расположением, которая вращается на 90 градусов. Лоб корпуса толщиной в 152 мм расположен под большим углом, а толщина лба башни — 254 мм. Но рассчитывать на броню особо не стоит. Эта ПТ быстро разгоняется и хорошо маневрирует. Среднему танку будет проблематично её закрутить. Максимальная скорость составляет 34 км в час, что даёт некоторую свободу действий. С одного фланга на другой быстро не переместиться, а вот объехать противника через соседний двор вполне возможно. Можно сказать, что ФВ-215-183 — это ахиллес в мире танков. Он обладает колоссальной мощью, но при этом очень уязвим. Британские ПТ-САУ сильно отличаются от подобной техники других наций. Машины серии АТ уязвимы в ближнем бою, но на больших расстояниях пробить их гораздо сложнее. Динамика не радует, но привыкнуть можно. Пройдя долгий путь, вы получите уникальную в своём роде машину, урон которой подобен артиллерийскому. ФВ-215Б-183 станет огромной угрозой для любого соперника. Спасибо за внимание и удачи на полях сражений! Субтитры создавал DimaTorzok